Вообще, конечно, история забавная. Ты смотришь телевизор, по телевизору Крым наш. Путин всех переиграл, Америка вот-вот сдохнет в агонии, а у тебя напротив квартиры стоит сталактит из говна. Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры опять смеются, весь мир опять уважает Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры сталактит из говна. Ты смотришь в телевизор, где тебе рассказывают, что ты встал с колен. Встаешь с колен и идешь в подъезд, а на тебя смотрит сталактит из говна. И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни ополчение ОРДО, сталактит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом жидают у тебя во дворе, облив керосином, ты смотришь, как горит сталактит из говна, Но вспоминаешь по телевизору, и в твоей душе хорошо тебя переполняет гордость. Победили хунту, победим и сталактит. Но причину никто не устроил, ни говно и прочие фекалии капают, сталактит растет опять. Утешает одно, растет он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь, что живешь на параше. В буквальном смысле этого слова, 100 тысяч человек живут на Рублевке, и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен, но у них в доме стоит сталактит из говна. Я бывал в таких странах, где на улицах валяются дохлые крысы. Я знаю о странах, где реально умирают с голоду. А телевизоры есть только у супербогатых. Но сталактиты из говна есть только в аду. И еще в Российской Федерации. Константин Кукушкин Если кто не совсем понял, о чем речь, то по адресу Белореченская, 5, в городе Серове, Свердловской области России, вырос сталактит из фекальных масс. Как выяснили уральские журналисты, зловонный сталактит вырос в одном из помещений на первом этаже дома, используемого как малосемейное общежитие. Загадочное образование уже распространилось и на лестничную клетку, и пропитывает его вечно текущая канализация. Починить ее за собственный счет или хотя бы перестать пользоваться, жильцы почему-то отказываются, лишь жалуются во всевозможные инстанции, от жилищно-коммунальных служб до прокуратуры. Впрочем, реагируют там на жалобы так, как обычно принято в России. Никак. По словам жильцов, сосулька-вонючка постоянно увеличивается в размерах, а после наступления оттепели начали еще и подтаивать. Образующаяся при этом вонючая жидкость разливается по первому этажу и попадает в соседние блоки общежития. Помимо невыносимой вони, из-за которой приходится затыкать нос, жильцов преследует плесень, а деревянные двери и окна разбухли и не закрываются. Жители общежития уже написали жалобу в прокуратуру города Стерова, но Роспотребнадзор и санитарно-эпидемическая станция не реагируют никак. Ни одна из структур, включая управляющую компанию Федерации, введение которой находится в здании с фекалями с талактитом, до сих пор не предприняли никаких мер и не собираются. Федерации